Вот, собственно, здесь максимальная разрешенная скорость 90 км в час. Ни населенного пункта, ни знаков о том, что здесь плохая дорога, здесь не имеется. Вот вы можете это видеть. Не там, не там. Пока ожидаю ГАИ. Жена уехала на скорость с ребенком, поэтому времени у меня куча. Вот я вам показываю, значит, ямы раз, глубину я их сфотографировал, зафиксировал с помощью... Вот, у меня линейки нет данного болта, размер его вы можете видеть. То есть размером с мой палец этот болт, он полностью по глубине попадает в эту яму. Вот дальше мы смотрим, соответственно, вот попадаем в эту яму, машину начинает заносить от удара и начинает сносить вот сюда. С трассы. При этом скорость движения моя была меньше даже разрешенной, то есть порядка где-то 80 км в час, может быть, 75 км. Вот так я ехал. Потому что, ну, видел, что дорога не очень хорошая. Она еще там такой была. Соответственно, скорость я снизил. Дальше вот занесла машину, а так как здесь глиняный какой-то непонятный и короткий кювет, то нас здесь сразу начало закручивать. Закрутило и бросило вот сюда в деревья. Вот деревья сбило. За счет этого, так как погасилась скорость, то мы хотя бы остались живы. Собственно говоря, вот это дерево, видимо, поднялось. Вот она, собственно говоря, машина. Вот передней частью, видимо, левой сначала мы ударились, она вся смята. Восстановлению, видимо, не подлежит. Вот, собственно говоря... Сколько там? 22 сантиметра. Вон, по-моему, там есть, посмотрите. Я имею ввиду всего до этого. С удивлением заметил, на самом деле, вот моя машина. Что здесь, походу, не я первый. Теряю все, что можно. Вот, собственно говоря, от какой-то машины запчасти лежат. Вот мы видим. Это не мой. Сначала подумал, что мой отлетел. Нет, там Шкода какая-то. Это колпак от колеса, видимо, ударил в яму и отлетел. На обочину. Как раз тоже в этом районе. Вон там яма, на видео видно ее.